В ходе видеоконференции с регионами президент России открыл реабилитационный корпус Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Сегодня здесь стали принимать первых пациентов. С подробностями Татьяна Иванова. Реабилитационный корпус построен в короткие сроки, буквально за два года. Здесь располагается стационар на 42 койки и отделение амбулаторного приема. Корпус буквально напичкан самым современным оборудованием, которое помогает восстанавливаться после операций и травм. Медицинская реабилитация приобретает на уровне Российской Федерации новые обороты. И это направление развивается в каждом регионе огромными быстрыми темпами. Ну, соответственно, наша республика, как всегда, в числе первых, благодаря грамотной работе руководителя и непосредственно его команде. Наряду с традиционными видами физиотерапии, такими как светолечение, теплолечение, реабилитологи используют и приборы с биологической обратной связью. Если проще сказать, техника чувствует состояние мышц и суставов и помогает их разрабатывать. Мы владеем всеми технологиями, которые есть в мире, в Европе, так скажем. Даже очень много представлено отечественного оборудования, отечественных производителей мы используем. Физиотерапия всегда была сильна именно оборудованием отечественных производителей. Это очень, в общем-то, фишка наших российских фирм. Мы, конечно, готовы дать всю полноценную реабилитационную помощь. За 13 лет работы центра здесь получили высокотехнологичную помощь более 90 тысяч пациентов. Многие больные стремятся попасть в Чебоксарскую клинику. К слову, сюда приезжают на операцию из 60 регионов России. Многим приходится ждать своей очереди. Этот реабилитационный корпус, куда сложные больные будут переводиться на дальнейшее лечение, во-первых, нам позволят разгрузить наши дорогостоящие койки, а, соответственно, прооперировать еще большее количество первичных больных. А во-вторых, конечно, что немаловажно и самое главное, на мой взгляд, именно вот этим сложным пациентам полностью восстановиться после операции, чтобы они от нас уезжали с той мыслью, что им больше не требуется какая-то посторонняя помощь, что они внутренне были убеждены, что излечение наступило, и они действительно могут самостоятельно жить. В новом корпусе открылось и отделение артероскопии и спортивной травмы, единственное в Приволжском федеральном округе. Здесь будут оказывать медицинскую помощь молодым ведущим активный образ жизни. Зачастую многие виды спорта сопряжены с травмами. И быстро вернуть работоспособность, подшить надорванные связки в суставах – задачи чебоксарских травматологов. Реабилитационный курс лечения врачи составляют индивидуально для каждого пациента. В день здесь готовы принимать до 200 человек. Татьяна Иванова, Игорь Ульянов, Вести Чебоксары.